Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Владимир Николаевич Артамонов. Здравия, Владимир Николаевич! Здравия и тебе, и слушателям, как богатырям земли русов и богиням земным, спустившимся с небес. Мы приступаем к рассмотрению второй части темы «Основные принципы устройства мира». И эта часть у нас будет посвящена принципам мироустройства для домохозяек. Вот если в первой части мы говорили про коны мироздания, про тайный договор или договор, как кому нравятся властители мира и так далее и подобное, про частоты различной резонансы и многое-многое другое, то здесь уже давайте будем говорить про практические какие-то такие вот вещи, как простой домохозяйки. Понимать это мироустройство и эти принципы мироустройства. И вот теперь я уже передаю микрофон тебе. Пожалуйста, начинай. Благодарствую. Значит, мы все слышали такое изречение, что вверху, то и внизу. Гермистрис, Мегис, да? Это тоже доступно. Набирайте и читайте. Читайте песни птицы Гамайон, песни птицы Сирина. Это всё доступно, тоже можно почитать. Так вот, как устроен мир вверху, так и внизу. О чём это-то идёт речь? Нам легко понять по макромиру. Вот солнышко, да, вокруг него планеты крутятся. Наш в школе обучает, и всё это великолепно понятно. Ну, давайте на этом примере что уясним. Вот то, что планеты крутятся чисто в своих пространствах, это задаёт стоячая волна, которая от планеты до их какой-то есть атмосферы. Вот между их атмосферой и этой планетой есть стоячая волна. Это и обеспечивает то движение, по которому она движется. И не переходит в другие, по которым движутся другие планеты. Потому что у других планет другая вибрация. Другая стоячая волна. И вот это, которым движется эта планета, это её мир. А вот у другой планеты другой мир. А между ними между мирья. Так же и мы устроены. Мы вот в физическом теле, это у нас один мир, одни вибрации. Мы умираем, меняем мирность наше физическое тело. А дух, он не меняет мирности. Поэтому он вечен. И наше высшее я, это и есть дух. И вот у него-то надо всё спрашивать. Он через сердце нам всё подскажет. Мало того, он всё время стучит на «спроси меня». Я же всё знаю, ты спроси. А мы как живём? Молчи, мы умные. Да, почему мы так говорим? Да, потому что мы... Ум нас кормит вроде бы. Создаётся иллюзия, что ум нас кормит. Она действительно создаётся иллюзия. И мы живём в иллюзии, и творим эту иллюзию. А когда появился интернет, стала ещё и виртуальная иллюзия. Так, иллюзия в иллюзии. Что это такое? Так вот, надо жить попроще. Мир устроен просто и гармонично. А кому-то это нужно, конечно, чтобы мы в такой ситуации жили. Так вот, теперь вокруг чего планета-то крутится? Да вот вокруг света. Солнышко идёт в свет. Вот он, задаёт вибрацию. И вот если он летит, условно примем, что Солнце летит по прямой. А планета вокруг него по спирали крутится. Вот так же мы должны жить. Мужчина идёт по прямой. Дорогие богини, крутитесь вокруг мужчины, но не хватайте за штурвал. Тогда вот, ну всё чудно, всё прекрасно. Как творец задумал, так и мы будем жить. Но ведь вы же выбирали мужчину. Вы увидели, куда он корабль свой ведёт. Понравилось вам это направление? Прыгайте в этот корабль. Будьте штурманом. Будьте кормилицей. Обеспечивайте этот путь. Тогда ваш муж будет успешный. Продвигаться будет. По этому светочу, по этому лучу, по которому Солнце идёт. Муж, мужчина, его предназначение быть Солнцем на Земле. Ну вот оно, то, что я говорил. Рамха изначально всего, суть всего. Поближе. Ярила наша. В нашей первой встрече, когда мы общались, я ничего не сказал о имя-наречении. Так вот, имя-наречении должна быть светлое. Имя должно быть светлое. Оно должно отражать предназначение наше. Сейчас наши имена искажены. Вот, мне очень нравится Олег-Сей. Не Олег-Сей, а спереди это уже обратное. И в конце там два, и Олег-Сей. Ну, у меня полное невосприятие. А Олег-Сей, очень мощное имя. И он выполняет своё предназначение. Так, пусть в наших именах будут двухсложные имена. Из двух слов. Где будет в каком-то плане и свет, и Ярила. Что-то славь. Славить чего-то. Вот такие имена. А совершенно по-другому человек будет. И эти имена вас будут подключать к светлым агрегорам. Не к паразитическим, а к светлым. Ну, зашли о свете. Я сразу хочу здесь сказать о том, что в благодатное время мы живём. Я сейчас смело могу заявить, что все паразитические агрегоры отрезаны от Земли. И могу объяснить почему. А они все на низких вибрациях. То есть, ниже 7 Гц. А вибрация-то уже 30 Гц. Вот он, щит. И кураторы сверху не могут пробиться к тему инструменту, который они создали на Земле. И отсюда маги не могут пробиться наверх. Так вот, когда они сейчас пробиваются, они отрезаны оказались. Они пробиваются, создают возмущение. И вот сейчас катаклизм природный, который происходит. Возможно. Я ничего не утверждаю, веду исключительно. Нет. Это мои предчувствия. Вот те вот ураганы, которые происходят, наволнения, и это в том числе и результаты этих деяний. Они рвутся друг к другу, а ничего не получается. Давайте поможем светлым силам, которые идут нам навстречу. Только светлыми мыслями нашими. И чувствуя себя счастливым, на высоких выбирациях, в состоянии любви ко всему сущему. И это будет величайшее счастье, величайшая помощь всему и всея. Следующий момент. Вот объяснил то, что всё движется по спирали. Но представь себе, это же элементарно. Если Луна крутится вокруг Земли, а Земля движется, так Луна-то идёт по спирали. А Земля-то не прямолинейно движется. Она движется вокруг Солнца. А Солнце тоже движется. Спиральная спираль получается. И вот такой вот клубок спирали получается. Мы в прошлый раз говорили, что в основе всего сущего живо. Вот у меня есть четыре книжки волосатого Валерия. Я вот держу их перед собой. Кто интересуется миром эфира? Вот четыре книги. Великолепнейшие книги. Суть эфира. Как он работает. Понятия какие есть. Человек живёт в Брянске. Валерий Иванович Волосатов. Некоторые закономерности эволюции материи. Физические основы вихревой энергетики. Как работает Вселенная. Большого взрыва никогда не было. Читайте. Кому очень интересно, что такое эфир. Эфир по своей силе безграничен. Не нужно уродовать ничего. Надо всё возвращать. Потихоньку открывать дамбы. Насколько уровень воды упал во всех реках из-за этого. Сколько мы рыбы загубили. Из-за того, что она не может к нерестилищам пройти. Перекрыли плотинами. Когда в одном месте, там, как природа не была создана, накапливается Нурэкская ГЭС. Там начались землетрясения. Когда? Когда там ГЭС построили. Собрали огромное количество воды. Давление на земную кору изменилось. Появились землетрясения. Природным явлением возвращаться, как источником силы. Они у нас все под рукой. И всё понятно. Только вот снять эти запреты, и всё откроется. Нами управлять через силу, через энергетику, как называют. Через деньги. Всё это. Это всё неправильно. Опыт у нас есть. Сталин строил общество без денег. Я это хорошо помню. С не нужен, вот я потом объясню. Но мы сейчас говорим о других вещах. Так вот, всё едино через спирали. Я уже это говорил, об этом нужно помнить. Всё движется по спирали. И представлять это чётко. Я на макромире показал. Это же самое происходит внутри нас. Не надо мешать этому движению. В тот раз я говорил о чакрах. Как о воронках. Входа и выхода сил. Простой пример. Смотрите. С Валдайской возвышенности. Сколько начинается рек? В разные стороны течёт вода. И на север, но в основном на юг. И вот сюда на восток Волга течёт. Что же за такой, за источник такой? Откуда там вода-то берётся? Значит, она откуда-то из земли приходит. А может быть, с Бермудского треугольника? Там же такие мощнейшие вихри вниз. Не случайно, вот где-то у нас колодец. Не знаю, где в Подмосковье нашли бездонный колодец. Оттуда всплыл спасательный, американский спасательный жилет. Выплыл. Так, смотрите. Если втягивается морская вода, так внутри земли ещё и опресните лезь. Это какой мощный круговорот воды внутри земли? А он ещё и не один. Ещё есть круговорот? Но это не на эту тему. Попроще вам говорить сегодня. Самая совершенная форма – это шар. И, естественно, это… Ну, если глобальный взрыв, так в космосе болтались бы клочки какие-то, правильно? А на самом-то деле Луна круглая, Земля, солнышко круглое мы видим. Ну, а про Землю там много вариантов. Кто-то уже и как, и полный. Это всё для ума. Наше сердце всё знает. Давайте доверяться ему. Это, опять же, как форма отвлечь нас от насущного. Вот всё это забрасывается. Сколько веков бодалось, что первичная дух или материя? Зачем это? Всё едино. Материи, как в тот раз утверждал, нет. Есть разной степени уплотнённая сила. Всё. Разной степени. Информации ей. Информация уплотняет силу. Так вот, нам это... Мы обладаем этим божественным качеством, информацией, эту силу уплотнять. И этим мы самым или одухотворяем, или уничтожаем всё вокруг. Давайте будем на созидании. Начать, наверное, с простого. Попробуйте поговорить, подумать хотя бы несколько минут без отрицания. И я, наши щуры и пращуры, не пользовались этим. Я вот даже сейчас сказал, не пользовались. Отрицание вношу. Не просто. Мне один человек подсказал, один из опытов. На руку вот одеть резинку, и когда ты сказал стереотипную фразу, или что-то отверг, оттяни резинку и ударь. Маленькую, тоненькую резиночку. Это будет тебе толчок мощный. А по этому месту это довольно больно. Так вот, это будет очень хорошая практика для обучения себя. Вот когда, кстати, ты про практику начал говорить, когда меня просят что-то рассказать, я говорю, давайте к практике переходить. Не будем котами леопольными, которые говорят, давайте жить дружно, давайте хорошо. И вот прекрасная практика. Я как раз упоминаю всегда, Антон, нас, как собачек Павлова, приучили выполнять какие-то простые операции. Мозг, оперативная машинка операционная, которая что-то выполняет, выполняет, выполняет. То есть лампочка зажлась, слюна потекла. Конфетку указали, слюна потекла. А зачем, что в конфетке там, талия, никто не знает. И вот поэтому как раз такая практика, это вывод себя из состояния, вот этого зомбажа. Ударился, ой, и ты новый, новый рефлекс условный в голову закладываешь, и мозг начинает подчиняться тому, что не ему навязали, а что тебе, как божественной сущности, надо. Великолепно. Продолжай. В течение здесь и сейчас. Да, да, да. Продолжай. Вот. Значит, нужно, конечно, представлять и помнить все вокруг живое. Ну, относитесь как ко всему и живому. Ну, действительно. Но задайте себе вопрос, в чем проявляется живость? Вот все знают, что все вокруг живое. А что в всем проявляется живость, об этом уже понимания нет. Так вот, живность является через проявление вот той непроявленной части информационно-силовой структуры всего сущего. И наша мысль великолепно с этим взаимодействует. Больше всего мы можем разрушить мыслью. И когда вы живете в своем пространстве, поэтому вы ругались, но все сразу изменится, и силу вас будет забирать. А вы разрадовались, порадовались всему, что у вас есть, оживает, силу будет вам давать. Значит, тоже. Все в мире построено на информационно-силовом обмене. Сообщающиеся суды. Вот всегда помните об этом. И очень много, очень много можно объяснить на этом. Очень много. Пока я этого не понял, я не мог объяснить фразу «возлюби врага своего». Я тогда объяснял на той передаче, но если будут вопросы, я еще раз повторю, когда у нас будет прямой эфир. Сейчас у нас другая задача. Она легко понимается, и тогда мы будем мир изменять. все крутится еще и вокруг своей эси. Вот этот спин. Мужчину и женщину сотворил Бог. Одновременно. А во второй главе Адам одного. Вот тут-то великая разница. У нас разные силы. Вечный двигатель, когда сочетается две силы разного вращения, это будет вечный двигатель. Вот эти вот спин во всем, везде и всюду. А мы этот спин разрушаем. Если не будем разрушать, мы будем жить вечно. И вот от микро до макро мира так устроено. Почему-то там миллиарды лет живет, а человек не может. Может, если мы вот эту суть поймем. Поэтому мужчина без женщины не может, и женщина без мужчины не может. Так Бог сотворил одновременно. И человек это и есть мужчина и женщина, устремленные к одной цели. Луч мужчина, а женщина кронится вокруг него по спирали. Тогда вот что красиво. Да, тогда на той встрече я совсем засомневался, почему красный свет. Да, опять же подмена. Изначально устаревшее стало красивое слово. А потом ввели место у него красный. Красивая изначально. Красивая девушка. Красивая девица. Вот. Чего бы она покраснелась. Варились что ли ее? Вот. Хорошо, когда я вот на улыбке, на смехе, потому что так легко воспринимается радость от сердца, радость от души, и легче излагать. И самому приятно. Смех нам дает силы и здоровье. Когда очень строгим докладывать, напряжение создается. Хорошо. где-то я тоже проводил встречи и показал, что левое и правое вращение все разделяется на... Все делится мироустройством на два вот лагеря. И природа, и животные, растительный мир, все, и люди, все делится. Вот. Но сварга небесная держится на... Вот как-то где-то я ободавался с людьми и сказал, что на гармонии Чернобога и Белобога. Вот когда слово гармония у меня чуть ли придуркам сразу не приравняли. Это их проблемы. А имьянь это тоже вот эта борьба, гармоничная борьба. На этом держится сварга небесная. Но когда называть надо покровать. И мы же Белобыль почему-то не говорим. А Чернобыль назвали. Получили. Поэтому к этим вещам как назовешь, так работает. Еще один пример интереса с моей жизни. Я вот в прошлом летом побывал на Бородино и под Вязьмой. Значит, на Бородино я ночевал, там пространство чистое. Там погибшие люди ушли к богам. Сразу мир правит. Они защищали нашу родину и ушли к богам мир правит. И пространство чистое. Я с легкостью там ночевал. Под Вязьмой котел, где погибли наши ребята, очень тяжело. Разница смотрите 150 лет примерно. Я не буду там меньше считать, да? Какие люди были тогда, они знали, что делали. Вроде эти защищали нашу страну и эти защищали нашу страну, но люди разные. Там понимали, что такое бог, хотя религии навязывались, они отводили от настоящего бога, от всего единого бога, творца всего сущего. Но они знали, что это такое. Они с легкостью души ушли в мир правил. Здесь души в земле. Они привязаны к материи, они привязаны к матери, они привязаны к девочкам своим, которые ушли, да? А эти привязанности не осуществляют через тела, а тела тут. И душа рвется между там, они где жили, и этим телом. И пока тело не изгоняет, душа привязана. И вот там тяжелое пространство, тяжелое, а не тут. И находиться там, но нежелательно, не хочется. Вот так мы творим пространство. Творим пространство. Почему вроде бы у русов никакой истории нет. Да нет кладбища. Кладбища появились со времен христианизации. Нет кладбищ, сжигали тела. Оставляли тех великих людей, ну вот даже один из вариантов дольмена, я не буду все говорить, что это вот веда исключительно все. Нет. Человек живьем уходил в этот дольмен, и там душа была привязана к этому месту. Для чего это делается? Чтоб род оставшийся мог общаться с ним и советы получать. Приходят к этому дольмену, душой настроился и получил. Но вместо этого дольмена может работать любой камень, как богатырь на распутье. Вот, как правило, на местах капища эти камни были. Вот там и делились, и приносили. Не надо было воздух колебать, ментально можно заряжать этот камень. И богатыри эту информацию считали, там никогда ничего не было написано. он пришел, мимо этого камня проходили все, пробегали, проезжали и так далее. Они мыслили, записали всю информацию. Не вернулись, все понятно. Вернулись, передали информацию. Богатырь пришел, все сосчитал. Но только богатырь. Мир устроен гармонично и красиво и просто. Нам осознанно, умышленно усложняет, чтобы мы не лезли в эту сферу. Чтобы нами легко было управлять. Дисгармонию вносим мы, человек. Ну и боги. Дисгармония вот это начинается или разрушение или творение. Как и яйцеклетка находится в гармонии, а пришла информация сперматозория, все. Начинался взрыв. Вот он взрыв. Действительно взрывообразно. От микроскопической яйцеклетки до трех с половиной килограммов за девять месяцев это же ядерный взрыв. Какой там может ядерный взрыв сравниться с этим? Да нет, вовсе нет. Это мощнее любого ядерного взрыва. Что происходит? Откуда сила берется? Вот и зефир. Ее везде и всю. Зима матушку природу губить. И это пришло время. Да я еще при своей жизни уверен, что это мы все увидим. Хотя вы видите, у меня возраст прилично это логический возраст. Наше положение вот мы находимся между микро и макромиром. Земелька наша как элемент макромира. А мы вот в этой воздушном пространстве. Еще удивительно наше положение между востоком и западом. Материальный запад и духовный восток. Мы опять в серединке. Но нет худа без добра. Вот настоящий путь человека. Иллюзия крайности нас поэтому и кидают. Из одной крайности в другую. Из социализма в капитализм. И обратно. Для чего? Чтобы изнашивать нас. Но кому-то надо. Вот наша жизненная сила тем космическим существам очень необходима. Поэтому они нас максимально выжимают. На той встрече я все это рассказывал. Будут вопросы, мы еще где-то что-то повторим. Поэтому реально мы действительно живем в чудном мире. А как мы творим телевидение, в котором мы живем? Прежде все язык. Вот эта матрица, через которую мы общаемся с космосом, с людьми, с природой, с насекомыми, с камушками, все. Это мы имели такую возможность. И имеем. Но когда нас перевели на звук, на общение звуком, вот тут мы перестали слышать вот это тонкое чутье, сердце перестали слышать. Потому что общий фон подняли этим звуком. Наши щуры пращуры звуком вещали и вещи творили. И с богами общались. Вот она лава. А между собой ментально. А чуйку нам специально загубили. Самое великое преступление, которое было совершено это 23 декабря 17 года, когда у нас отняли азбуку и ставили алфавит. Но азбука тоже неправильно. Азбука по названию первых двух букв азбоги азбуки Кирилл ввел были боги азбога правильно. А что алфавит? Альфавита латынь. И мы пользуемся и названием этим пользуемся. Алфавит, алфавит. Зачем нам это? Так вот они отняли у нас инструмент образного мышления. А какая громаднейшая скорость мыслить образами. Нам творец шлет образы. А какова скорость этих образов? сердце-то принимает, а мы раскодировать не можем. Какова скорость? Ой, если я вам скажу, что в интернете моментально найдете скорость звука, скорость света, а найдите скорость мысли. Ванне, какая кипедия, ничего он не выдаст. Почему эта тема закрыта? звука? у группы Акимов казначеев Шипов они произнесли такую фразу. Наша мысль в миллиард раз быстрее скорости света. Звучит? Звучит. Нашел я немножко. В пять раз быстрее скорости света. О, с какой скоростью передает нам творец образы. А мы сейчас что сделали со звуком? линейно мыслим, не плоско сно, а мы линейно. То есть слово произнесли второй, третий, вот так, и получаем так же, во что нас превратили. И вот это через азбу Гоу, через алфавит, вот оно. Это им показалось мало. В 18 году, 10 октября, они такое нам ввели правописание, так называемое, где убрали многие буквы, ввели другие, вот, одним махом вот эти два деяния превратили нас безграмотных, абсолютно безграмотных. А директивы-то их мы должны читать, и повсеместно был введен лик без, ликвидации безграмотности. Значит, вот такое можно было вести, конечно, когда вот такие социальные взрывы. если было бы стабильным, мы это слово невругательное хрень не приняли бы. А так мы приняли. А мы же любопытно что-то новое дали, ну-ка, даже проще, ура! Вот она, благими намерениями дорога в ад. Поэтому мы потеряли, у нас отняли инструмент образного мышления, скорость мышления сократили десятки раз. Возврат непеременно. Ну, где-нибудь на встрече я расскажу кратчайший путь к изучению образного мышления, если такая встреча предоставится. Вот. Как нужно? Наиболее быстро и просто. Учителей сейчас в интернете много, но почему-то эту вещь тоже не рассказывают. Достойные, хорошие, уважаемые учителя. Но почему эту тему коснулись? Чтобы понимать. Вот я коснулся очень уважаемый человек, не назову фамилию, он делает великую работу, поэтому не хочу на него нажать, я персональности поговорю, хорошо узнаю. Значит, определил такое сделал религия, реставрация утраченных связей. Все красиво до этого говорил. Вот она ложка дегтя в бочку меда. Ага, вы утратили связь, ведическую с щурами и пращурами у вас ее нет. Значит, вам можно любое что угодно подсунуть. Вот вам новое язычество, вот вам все что угодно, ничего подобного, мы ее не утрачивали, она в с генах. Только надо проснуться. Пробудить свой дух, дух пробудить и наладить связь совместно. Что такое совесть? Наладить совесть совместно весь Творцом. Через волю. Вот здесь нужно проявить волю. Дальше. Ну вот чтобы мы прекрасно понимали где мы находимся, реально на земле воплощен библейский проект. Я очень просто легко скажу, но это реально, ничего от не денешься. Мало то, это легко читается в Библии. Значит, в плане экономики судный процент. Вот на чем восстановилась вся экономика. Но это же паразитизм. Я даже все понимают. А где это в Библии написано? Второзаконие читайте. Не давай тебе в рост брату своему. Не зерна и денег. А народам давай. И народы и цари тебе поклоняться будут. А которые не будут поклоняться будут уничтожены. Пример Каддафи. Вот один принцип. Второй принцип идеологии. Мир тотальной лжи. Новый Завет. Евангелие от Иоанна. 8 глава 40 счет и 45 стих. Я кратко скажу, там длинные два стиха. Иисус говорит соответствующим людям. Ваш Бог дьявол, лжец и отец лжи, а вы исполняете похоть и отца своего. Вот он сейчас правит миром. Игреги реально. третий фактор вас присущ для каждой религии. Какое воззрение на мир? На мироустройство такое воззрение? Ложное. Вот сейчас тема эта посвящена. Основные принципы мироустройства. Насколько неправильные мое восприятие, я говорю, у вас восприятие другое, я согласен. Ура! Я ничего возражать не буду. Это мое я делюсь своим. Принимайте свои, проверяйте свое сердце. Поэтому мир в другой сейчас. Все, конец глобализму, конец вот этому мироустройству, который был в панике властителей мира и космические, и на Земле, которые они в панике сейчас. И вот то, что я, когда я говорил, тайный заговор, что в конце, мы с вами боги, и относитесь к этому серьезно. Никаких шуток, никаких как сумасшедших домов, это реальность. Пришло время об этом думать и понимать, и принимать самое главное. И все, понимать, что это действительно просто, и все зависит от нас. Хочешь быть счастливой путем, в тот раз я говорю, хочешь, главное лекарство, сейчас время такое пришло, возьми, напиши на бумажке, это мое лекарство от депрессии, на эту бумажку поставь кружку с водой, поставь его изголовье, а утром выпить свое лекарство. Потому что больницы нас не лечат, я тот раз разговаривал. вот, мы себя можем вылечить, настроить вот эти потоки. Не все проблемы и болезни приходят из мира Нави. Мир Нави, светлая Навь, это Слафь и Навь. Навь и светлая Навь, это Слафь. Вот еще Яфь, по четыре мира. Симметричный Яфь, симметричный крест, основа всех солярных символов. Вези и всюду, во все времена он был и будет. Это галактика наша. Не устраивает тебе этот символ? Ну, пойди ищи другую галактику. Ну, все просто. Ну, злые силы нам немножко изгадили этот символ. Так надо все принять на место. И это мощнейший обережный символ, он тебя настраивает в гармонию с природой. с космосом. Всю твою структуру информационно-силовую настраивает этот символ в лад. Чего еще ваток? И пора от иллюзии пробуждаться. Поэтому лучше не смотреть зомби-ящик, зомбатор капитальный. Ну, всякая есть информация. Да, они боятся правды. Силовые структуры, правители, нет, правители нельзя назвать, управители. Поэтому и названо управо. Если у нас раньше, даже в советское время, пусть когда отвергали мы тонкие правления колхоза, пора веления, веления божественные, убрали это название. Написали у права. То есть возле права. Вот спереди это возле. Вот так они исполняют по соответствующему названию. И возвращать придется значительно наши слова, потому как назовешь, так и работает. Я привел вам Чернобыль, а Бородино еще раз вернусь. Значит, когда О в конце названия появилось, когда появился храм, это становилось село. Нет храма, деревня. Как я полагаю, что вначале это называлось Бородино. А теперь раскроем. Бог, бог, боги. Это Родина богов. И не просто там все это событие произошло. Все, кто там погибли, сразу ушли в мир правильный. Ведь назван это очень давно, а событие случилось в 1812 году. Вот как назовешь, так работает. Это космический код. Каждая буква космический код. И очень аккуратно нужно соседиться к словам. Слово можно убить и слово можно возродить. Куда значительное наказание словом, чем физическое. Но надо помнить, что физическое это стресс. Вот дахи по голове встряхнуло тебя. Вот это произойдет низкая вибрация. И тут же притягиваются негативные сущности, которые подпитаться хотят. Изнутри это идет возмущение тоже на низких вибрациях. Поэтому и это нежелательно делать. Надо добром воспитывать. Добром относиться друг к другу. Находить хорошие слова. Не отрицать ничто. Принимать все. Принимать таким, как есть. Какое есть. Когда ты примешь, пойдет другая старшина вибрация к тебе. И пойдет резонанс лада не будешь принимать, ничего хорошего не произойдет. кратко я хочу сказать, что как попросту для домохозяйки. Поэтому будьте любезны готовить пищу. У меня вот раз жена приготовила пищу, что-то на меня фыркнула. Я не стал кушать. пищу сказала да что ты мне траву приготовила. Все я взял ее. Я могу ее чистить. Элементарно. Но я чтобы показать ей пример, что нельзя этого делать. Ну и что в облако я вечером не покушаю. Больше этого нет. Ну а по-другому как? Нас же не принимает таких. Мы все друг под друга подкладываем, подлаживаемся, стремимся себя переделать, но этого же нельзя делать. Мы же все боги и богини. Да ты настоящий воспитатель. Воспитал жену. Я кстати тоже так иногда делаю. Приходится все-таки мужчина в семье это в доме это не просто кот, которого кормят сметаной. Все-таки какие-то функции в доме должен исполнять. В том числе помогать жене раскрываться как женщине, как супруги. И вот то, что ты сделал, хороший пример, иногда тоже грешок такой есть, пользуюсь этим. Ну действительно отрава, потому что мы прежде всего питаемся этой информацией, а за доброй информацией идет добрая сила. Нам сила нужна, а за информацией идет сила. И вот когда вот так я с улыбкой, со смешком разговариваю, я напитываюсь, у меня лицо становится розовым, красеньким даже. Вот. Я какой-то не устаю. Я не устаю. У меня был пример, я 7 часов проговорил. И люди ходили на перерыв произвольно, вот, кто-то хотел покушать, мне ничего этого не надо. И самое удивительное, я не устал, потому что с доброй информацией идет добрая сила. Вот. И только ощущение идет от шлаков и так далее. Ну, страхи надо снимать, потому что они сковывают наши мысли, наши мышцы. И поэтому мы, матрица, система именно на страхе нас держат. Все религии с чего начинают? Ты грешник. От рождения грешник. А в первой главе что написано? Плодитесь и размножайтесь. Естественным образом, как и травинка, как и насекомые, как и животные и птицы. И нам так же заповедовало в первой главе. Читайте внимательно, потом поговорим. А во второй почему-то грех совершили. И вот сцепили из-за этой религии, что это грехопадение и от рождения грешное. Да не грешное. Так вот, одна ложь, и вторая ложь. Кто-то может тебя спасти. Нет, спасти ты можешь только сам. Никто твои грехи не может за тебя взять. Вот вторая ложь. Выбирай между двумя ложами. Вот ложь. Выбирай. Где ты, скелет? Зачем мне это? В это нужно? Я не хочу этого. Мы с вами боги и богини. Мои дорогие. Вот такая простая вещь. Все просто. Да, на самом деле я тоже замечал, что в этом мире, в этой жизни все очень просто. Иначе бы не было все так просто и хорошо устроено. Мы сами усложняем этот мир. Вернее так, мы ведемся на это усложнение. Нам рассказывают, что это все сложно, и мы так ушки развесили, как сложно. А когда сложно, нужен тот, кто поможет в этом разобраться, кто на себя взвалит эту ответственность, чтобы вам помочь, что-то понять. И появляются вот эти ребята, которые сначала в наших мозгах все усложнили, а потом говорят, а мы сейчас вам поможем, мы знаем, как это все сделать. И начинаются такие длинные-длинные очереди ко всем. К врачам, к министрам, еще к кому-то, еще к кому-то. А все эти врачи, министры, еще кто-то, еще кто-то находится под управлением кого-то, который говорит, правильной дорогой идете, товарищи, давайте так и дальше, давайте мы вам еще больше усложним, чтобы потом помочь распутать. Абсолютно с тобой согласен, считаю, что абсолютно ты прав. Мир настолько перевернут, настолько искажен, насколько его может перевернуть и исказить наш ум. Так вот, смотри, даже опять же мы говорим, сложно, сложью. И принцип обучения какой, шизофренический, от простого после раскодировки, по росту, просто, по росту, эстетам суть, да, по р, раздели, по росту, просто, к ложному, к лжи, шизофрения полная. Вот, я думаю, что время пришло просыпаться, и мы действительно с вами просыпаемся. Два года назад я с такой легкостью, вот так уже с легкостью стремился разговаривать с людьми, у меня многие крутили у виска. Я наблюдал, сижу в метро, заходит дитё, там 4-5 лет, улыбается, на всех смотрит, все начинают улыбаться. Приятно. Думаю, дай-ка я так зайду. Зашёл в вагон, улыбаясь, на всех смотрю, люди прячут взгляд, да, отворачиваются, да, шизик зашёл. Дяденька, давно тебя выпустили, да? Почему такое восприятие, а? Вот как нам мы зазомбированы, мы двухногие ходячие попугаи, друзья мои, стереотипными фразами. Всё, время пришло просыпаться, не проснёмся, мы уйдём, молодыми ребятами уходят, мне вот привели примеры, совершенно крепкие, здоровые, со спецслужбы ушли. Не болели, мало того, я завтра уйду. Он почувствовал, а не было рядом человека, который бы его встряхнул, стресс устроил. Вдумайся, всё, остановись. Вот сейчас, если ты, вот фраза, спасишь сам, и вокруг тебя спасутся. Пришло время. Хочу, ещё у нас есть несколько минуточек, такую темку коротенькую поднять, как дети всё копируют, и как дети отражают обстановку внутри семьи. Вот раз уж мы говорим про домохозяек, но раз где домохозяйки, там и дом, значит и хозяин есть, и через домохозяек, до хозяина что-то должно дойти. Вот как-то, я редко хожу во всякие там официальные структуры, ну вот, тоже говорят, боги миловали, да, редко, но приходится. Вот когда я попадаю, я начинаю наблюдать за другими, сижу где-нибудь в очередь наблюдаю, и рядом со мной вдруг на скамеечке присаживается мальчик, рядом с ним подкатывается колясочка, видимо, братик его, совсем маленький, в колясочке, мама с папой, они пришли тоже за какой-то там, то ли справкой, то ли чем-то ещё. И вот я наблюдаю, как они общаются, ну, пока на окошке там не выслеживаются, моё это, приглашение. И слышу такую вдруг фразу от этого мальчика, которому лет, наверное, семь, вот обращённую к своему брату, который в коляске. Гадёныш ты мой хороший! И вот тут я просто так в осадок, я не знал, что делать. Потом к мальчику поворачиваю, говорю, скажи, пожалуйста, это твой брат? Он, да, это мой брат. Он гадёныш? Да, гадёныш. Ну, значит, ты тоже гадёныш? Пауза. А если вы оба гадёныша, значит, что папа с мамой у вас тоже гады, которые с гадёныш выросли? Он так на маму посмотрел, мама так на меня посмотрела, типа, бородатый мужик какой-то тут сидит, непонятно, чем занимается. Такой взгляд был, типа, не отстанешь, убью. Я решил дальше не продолжать. Но суть-то, ребёнок показал атмосферу, которая есть в доме. Это, может быть, они так выражают, может, у них нет слов ласки, любви, может, так их приучили, может, они где-то там на небитаемом острове среди обезьян воспитывались. Ну, всякое бывает, да? Вот, и там их гады окружали, и гадёныш, это было что-то сверх такое. Просто, насколько же нас, людей, приучили к тому, чтобы не задумываться над тем, что мы говорим, насколько нас поставили в позицию, в положение, когда убрали искренне добрые слова и заменили вот этим не пойми чем. Вот я в заключение прошу тебя сказать какие-то добрые слова напутственные, направленные на пап и мам, бабушек и дедушек, которые своим примером воспитывают своих детей и внуков. Пожалуйста. Благодарю. Значит, наши дети нас не слышат, но видят, как мы живём. И потом живут точно так же. Вот об этом нужно помнить. Мало того, по генетике всё передаётся через кровь родителям, через вот тот сперматозоид. Мужчина сеятель, а женщина пашня. И пашня должна быть добротной, иначе она тоже своё внесёт. Вот. Поэтому самое лучшее в воспитании детей это показать, как надо жить. Разговор у них не откладывается. Это наши боги. Кто задумал молодёжь, помните, пока даже в животике они. Разговаривайте, как с богами, и просите, они вам дадут те качества божественные, которые вам необходимы. Они дадут. Но и родятся не боги, но они, пройдя через стор материнский, они теряют память, ощущения происходят. И вот на этой основе Тора очень много защит можно построить. Защититься, переработать всю негативную информацию. И именно на основе этого Тора. Варкновенный Тор, то ли из цветов, то ли из металла, не имеет значения. Так вот, и на этом пороге как раз происходит потеря памяти, но они её медленно теряют. Вот у меня дочка в три с половиной года сказала, пап, я помню, как летала над Москвой и видела всех людей сразу. Они мне так понравились. Это было уже двадцать и год назад, я такой же был материалист и тупой, но почему-то интуитивно я ей сказал сразу, не задумываясь. Дочь, ты родителей выбирала. Это надо было видеть, какой свет у ней в глазах появился. Такой восторг, неописуемый восторг, что её поняли. Надо понимать детей своих, учиться у них как у богов. И очень важно, родители мои взрослые, принять, что если дети разумнее нас, мы выполним своё предназначение и не стремиться к тому, что вот ещё отрос бычий хвост, да? Яйцо курицу учит. Глупость. Выполняйте своё предназначение и тогда мир будет красивее и лучше. Мы в чудном мире живём, не забывайте это, что мы владеем космическим языком, не позволяйте его портить, не заполняйте его ино странными для нас словами. Боритесь с этим как можно. Да, нам их навязывают, но и лучше не воспринимать и не пользоваться ими. Ну вот, любви, радости вам, здравия всем вам, роду вашему во все времена. Благодарю тебе. Вот и закончилась наша очередная встреча с Владимиром Николаевичем Артамоновым. Напоминаю, что называлась наша сегодня передача «Сегодняшние основные принципы устройства мира», «Принципы мира устройства для домохозяек». Это была вторая часть. Печально несколько расставаться с мудрыми людьми, но с другой стороны. Печально такая, вот я специально слово применил, чтобы вы задумывались в очередной раз, какую глупость я сморозил, да? Вот, когда говорят «печально расставаться», вот специально я сейчас вставил, «печально расставаться с мудрыми людьми». Хотя нет никакой печали в этой жизни, все зависит от вас. Итак, благодарю тебе. А нашим радиослушателям, наверное, скажу так, есть такая поговорка в армии, кто служил, не знаю, по-разному, бывает, тот, наверное, ее слышал. Спасибо тем, кто съел, сготовить всякий сможет. Так вот, благодарю всем вам за то, что вы нас слушали, смотрели, потому что наговорить может всякий, а вот когда говорит человек, который что-то понимает в жизни, вот тут, наверное, уже стоит прислушиваться, прислушиваться и примерять, а правду сказал, а может так на самом деле есть. Естественно, это зависит многое от того, что вы нам напишите, какая будет ваша реакция на наше видео, от ваших вопросов будет зависеть и живой эфир, который мы планируем сделать, а также и другие программы в записи, которые мы планируем также записывать. Итак, прощаюсь с вами, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Радость дарю вам, дорогие мои! Народная славянская радио Все нужно, все важно субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok